Евгений, можно тебя просить сюда выйти? Формат, он расскажет в принципе по тому материалу, который готовил. Ну и вопрос, наверное, как будем по ходу задавать. Давайте я расскажу с первого, а в конце вернемся к вопросам, потому что их может быть очень много. И, собственно, не знаю, отвечу на все, на какие смогу, обязательно прокомментирую. Ну, в Минск вообще приятно приезжать всегда. И в Беларуси в целом. Не первый мой раз. Я сам наполовину белорус. Ну, в общем, не об этом. Меня зовут Евгений Шадрин. Я операционный директор компании Кибертоника. И мы занимаемся разработкой собственной платформы по фронт-мониторингу. Я не дата-сайентист. И про все, что я буду рассказывать, я рассказываю с позиции своего субъективного опыта, с позиции проектов, которыми я занимался. И в большей степени я представляю бизнес, который использует машинное обучение как инструмент. Там в самом начале было написано про ML и Artificial Intelligence. Чтобы было честно, Artificial Intelligence мы сразу вот уберем куда-то на дальнюю полку, потому что его нет. Ну, то есть вот наш опыт его не насчутывал в фронт-мониторинге. И все, что я буду говорить там про интеллект и все, касается машинного обучения. Я, наверное, расскажу там пару историй, с которыми сталкивался, прежде чем приступлю к своему докладу. Мы недавно были на Money 2020, есть такая конференция в Амстердаме, там куча европейского финтеха, все приходят, показывают друг другу, говорят, мы крутые, то строим, это строим. Ну вот в этом году там был такой жесткий тренд, там здравствуйте, мы там такая-то компания из финтеха, мы возьмем вашу бигдату, накроем все машинным обучением, добавим Artificial Intelligence, бахнем Thread Intelligence, и вы получите классный результат. Собственно, наверное, я редко встречал людей, которые понимают, что это не маркетинговые слова. Я не так часто встречал людей, которые знают, что это. И, собственно, мне обозначили, что аудитория здесь, она как раз к этому близка, и здесь много ребят там с технической стороны. Поэтому я для себя обозначил цель ответить на вопрос, это все-таки маркетинговый буллшит, либо в этом есть правда, и это можно использовать, это дает профит, исходя из кейсов фрод-мониторинга. История нашей компании началась в недрах большого российского банка. Там один большой банк, зеленый, Сбербанк, где, собственно, я и часть моих коллег работали. Мы работали в так называемой дирекции развития цифрового бизнеса. У нее было две цели. Первая цель – это находить интересные технологичные стартапы, которые могут позволить банку получить профит в какой-то из отраслей, с использованием новых технологий, красивых слов и то, чего в банке нет априори. Не было там еще лет 10 назад. Вторая цель была использовать эти технологии. Мы были, по сути дела, маленькой лабораторией, которая внутри Сбербанка, обходя различные бюрократические сложности, могла строить какие-то кейсы, могла их проверять на практике, давать результат и уже это продавать в бизнес-заказчикам внутри банка. Ну и, собственно, это был 2011-2012 год. Как раз тема больших данных. Все были в этом заинтересованы. И у нас было очень много интересных, различных проектов, связанных с применением машинного обучения на данных, которые есть у Сбербанка. А данных у него много. Это были рекламные направления, это были маркетинговые направления, это были вещи, связанные с безопасностью, потому что была очень интересная гипотеза, не подтвержденная на рынке, что если знать все мошенничества за последние пять лет, взять методы машинного обучения, все это красиво наложить, посадить 10 доцентистов, то как минимум в рамках какого-то конкретного бизнеса, в рамках какого-то конкретного банка мы построим красивую модельку. То есть модель это как с точки зрения бизнеса, это некий черный ящик, которому на вход дают данные, на выход мы получаем результат, мошенничество это или не мошенничество. И собственно мы занимались различными пилотами и один из таких пилотов был достаточно успешный. То есть мы там взяли определенную категорию лиц, построили модель машинного обучения, применили, классно работает, мы можем предсказывать фрод с некой степенью точности. Мы ребята молодые, попробовали, получилось, довольные, счастливые. С другой стороны мы шерстили рынок стартапов, на рынке стартапов мало, никто этим активно не занимался. Те компании в тот момент, которые этим занимались, они специализировались очень сильно на каких-то отраслях. Совпало желание, молодость, активность, давайте все, уйдем из сбербанка, сделаем стартап, все будет классно, здесь модель запилим, рынок порвем и все будет здорово. Ну, уже сейчас могу сказать, что все было не так, все было сложнее. Но, собственно, история компании, она началась именно с этого. В 2014 году мы выделились. Кто эти люди? Ну, собственно, это наша команда, технический директор, с которым мы работали в Сбербанке, Сергей Вельц, наш генеральный директор Джошуа, он американец, с которым мы познакомились в дальнейшем. И в 2015 году мы решили, что российского рынка будет мало, он априори ограничен, достаточно узкий, поэтому давайте сразу попробуем стать международной компанией. Мы в 2015 году поехали в акселерационную программу в Лондон, стартап, буткемп, все прошли успешно, познакомились с нашим генеральным директором, он знает русский, это облегчило коммуникацию, и стали сразу же международной компанией. И это тоже дало свою специфику, и как ни странно, это тоже связано с машинным обучением, про это мы в дальнейшем поговорим. Но я видел разные доклады, которые здесь были, и вы очень много знаете про фрод, и я понял, что, наверное, рассказывать про него детально смысла нет. Есть люди, которые в своей жизни реально сталкивались с мошенничеством. Вот там. Карточным, социальным, любым вообще. Ну, руки есть. Вот я даже не один раз сталкивался, и вот чем больше работаю, тем чаще сталкиваюсь, мне кажется. Собственно, тема больная, тема актуальная, и помимо фактических хищений, которые происходят, я сразу упомяну, что я больше знаю про российский рынок, к сожалению, про белорусский знаю меньше. Но, например, точно знаю, что чек хищения в Республике Беларусь, средний чек похищенных в России одинаковый, по-моему, что это 48 долларов. Среднее значение хищения с карты. И последнее время наблюдается такая тенденция, что различные государственные органы, они тоже заинтересованы в том, чтобы бороться с мошенничеством. Тема публичная, вы все про это слышали. Я читал, что и коллеги, из вашего национального банка говорили о том, что было бы неплохо создать общий антифрод. Коллеги в России из центрального банка тоже такую идею вынашивают в Америке. Эта идея, там, давайте объединим все банки, построим общую антифрод систему. Ну и, собственно, все так или иначе говорят, что одним из ядер этой системы, это будет некая интеллектуальная система на базе мэля, на базе всего, которая там тоже решит все наши проблемы. Это тоже некие причины, почему мы это ломились, почему мы считали рынок, мы считали, насколько это актуально, и рынок растет. То есть, казалось бы, все больше и больше людей работает с фрод-мониторингом, но мошенничество становится еще больше, больше, больше. Это тоже фактор, который повлиял на дальнейшее развитие. После того, как мы поняли, что тема классная, прошли акселерацию, мы пошли к первым клиентам. Приходили, общались, начинали мы общаться с коллегами из департамента информационной безопасности, потому что мы были технарии, там, выпускники у нас были из различных кафедр по ИБ направлениям, и мы думали, что вот мы сейчас придем, предложим технологии получше, и все скажут, вау, классно, садитесь. Собственно, да, были контакты, были люди, которые были заинтересованы во фрод-мониторинге, говорили, все, вы можете стопорить 100% фрода, можем, уверены в себе, отлично, приходите, стопорите. Но оказалось, что есть другая сторона, которую, наверное, многие технари изначально недооценивают. Есть бизнес. И бизнес, с одной стороны, он хочет, чтобы фрода не было. То есть все хотят, чтобы фрода не было. Но с другой стороны, бизнес хочет, чтобы все его показатели при этом, все денежки, которые он зарабатывает, все пользователи, которые к нему приходят, были довольны. Деньги не пропадали, пользователи довольны, и фрода нет. Это идеальная позиция бизнеса. При этом люди, которые сталкиваются с безопасностью, они понимают, что лучший способ остановить весь фрод, это тормознуть бизнес. Нет бизнеса, нет фрода, все классно. Собственно, вот эта проблема, о которой мы вообще не знали до этого. То есть мы вроде бы очевидно, но мы не думали. Мы не думали, что это настолько сложная проблема. И бизнес разный. Кто-то говорит, через нас идет отмыв денег. Ну и что, мы получаем комиссию, пусть идут органы нужные, разбираются с отмывом денег. Мы не против, если нам придут, скажут, мы деньги вернем. Кто-то знает, что там есть так называемый friendly fraud. Кто-то знает, что через них идет что-то, что-то продается то, чего бы продавать не хотелось. Но при этом это деньги. И бизнес их вытерять не будем. Я даже говорю не про какие-то там супер нелегальные кейсы. Я говорю такой полулегальный. Гейминг, например, гемблинг, ставки. Кто-то там работает с той страной, которой ему не рекомендуется работать. В общем, такого достаточно много. И мы поняли, что проблема предложить такое решение, которое будет находить вот этот баланс между бизнесом и информационной безопасностью. И при этом оно будет настраиваемое для разных типов бизнеса. Ну, например, есть банки. У банков есть вполне классические потребности. Банки хорошо про них знают. Банки неплохо в них разбирают. И там вопрос технологии, он там достаточно хорошо обсуждается. И это может двигаться в этом направлении. Есть, например, ребята из e-commerce. Особенно там молодые стартапы или люди, которые не сталкивались с фронт-мониторингом. Они такие, слушайте, дайте нам коробочку. Просто вот закройте нам, чтобы проблем не было и все. Есть большие бизнесы. Например, там Amazon, который вкладывает миллионы долларов в развитие своих фронт-мониторинг-систем. В России активно этим занимается Озон, есть Mail.ru, есть Яндекс. Они поняли, что это проблема, поняли, что нужно растить компетенцию себя и там частично даже повторяют путь банков, выращивая собственные департаменты по рискам, по фронт-мониторингу, по безопасности. Есть бизнес, который классно существовал 20 лет, у них все было хорошо. Потом пришли Visa Mastercard, сказали, слушайте, у вас так много чешбеков. Все знают, что такое чешбек? Чешбек – это когда вы приходите в банк и говорите, что я эту транзакцию не делал. После этого банк и все остальные участники транзакционного рынка разбираются, кто виноват, что с этим делать. И в большинстве случаев вы будете правы. То есть априори достаточно несложно доказать, что вы это не совершали, поэтому не забывайте пользоваться, если у вас даже кто-то 100 рублей снял. Не лените позвонить в банк. Обычно многие компании возвращают. Это самый простой способ не сравниваться. Если сумма более крупная, да, нужно будет доказать, потому что с точки зрения банка, если ваш сын или дочка взяли вашу карточку и купили что-то на 1000 долларов, потратив сбережения, которые были отложены на отпуск или что-то другое, достаточно сложно доказать потом банку, что это было сделано несознательно. Собственно, я сейчас расскажу про несколько конкретных примеров, с которыми мы столкнулись, реальных кейсов. Это в большинстве своем коммерческий клиент, с которым мы работаем. И приведу примеры того, где и какие задачи мы пытались решить с помощью машинного обучения. В конце немножко суммирую то, что я рассказал. Кейс номер один классический нашим первым клиентам. Банк. Банк, который в 2016 году решил провести так называемую диджитализацию. Такое тоже модное слово из учебников по пиару. Мы хотим стать цифровым банком. Наши технологии не поспевают. Нужно что-то новое, современное. Давайте это сделаем и начнем с фрод-мониторинга, потому что с ним есть проблемы. Отдельной темой можно бесконечно рассказывать, как стартапы войти в банк и убедить, что вы стартап, но с вами можно работать. Но нам это удалось. И, наверное, основной поинтом и основную проблему, которую банк хотел решить, банк хотел делать кросс-канальную систему. У банка обычно есть интернет-банк, мобильный банк, есть карточные платежи, есть какие-то там межбанковские переводы, есть физические лица, юридические лица. Банк хотел иметь одну систему, которая мониторит за всеми, которая делится информацией, естественно, с машинным обучением, чтобы меньше людей этим занимались, чтобы фрод-офицер был один и все работало на минимальных затратах. Первое, в чем стоит признаться, фрод-мониторинг в основе своей все равно лежит через правила. Потому что, когда сделали сложную интеграцию, собрали какие-то данные, все, вот что-то мы получили, давайте строить модель, и мы понимаем, что, ну, а модель для чего строить-то? То есть модель на фрод? А какой фрод? Фрод карточный или фрод в интернет-банке? Или социальную инженерию? Или что мы вообще? Мы хотим предсказать, предсказать то, что еще не произошло, а если в банке не было проблемы? Ну, собственно, при этом фрод-мониторинг делать надо. Есть достаточно известные методики, аналитики и статистика, которая позволяет часть фрода поймать сразу. То есть в самом простом виде, например, банк знает, что если кто-то делает переводы на 500 баксов каждые 5 минут в 4 часа ночи, это, скорее всего, мошенник. Собственно, и наш дальнейший опыт показал, что от правил никуда не деться. Классический фрод-мониторинг через правил жив, он полезен, и да, этих правил может быть сотни, а может быть полторы тысячи. И не всегда их попытка автоматизировать позволяет это сделать. Это была там такая первая классическая проблема фрод-мониторинга. Вторая. Когда мы поняли, что мы там можем ловить 90% фрода. Кстати, это очень интересный вопрос. Откуда все понимают, сколько у них фрода? Ну, то есть, когда вы пропустили мошенничество, вы точно знаете, что его пропустили. Но как оценить то, что вы заблокировали? Как понять, я заблокировал транзакцию, это потенциально был-то фрод или не был? Ну, наверное, если да, это там, как я сказал, в 4 часа ночи транзакция, то да. А если это было нормально, днем мы заблокировали. И, собственно, классическая задача ошибок первого-второго рода, понять, где мы предсказали фрод правильно, где неправильно. И мы поняли банально, что у нас нет данных. Нам не хватает этих знаний. Ну, пойти спросить у фродсера, а ты приходил сюда? Да вроде как-то нет. Обратную связь, да, не получается. Ну, собственно, и это талантливые люди. Вы видели к вам, приходили люди, которые этим занимались. Они всегда действуют впереди. Соответственно, мы поняли, что вот так скоку применить машинное обучение к поиску и предсказанию фрода сложно. Что делать в таком случае? Надо задачи разбивать на подзадачи и попытаться облегчить жизнь людей, которые какие-то рутинные операции делают. Появилась такая гипотеза. Давайте автоматизировать. Собственно, что получилось? Получилось предиктить некоторые случаи, конкретные случаи в интернет-банке. Например, можно в интернет-банках искать автоматизацию. В случае, когда человек зашел и свои действия делает не вручную. Про интернет-банк будет отдельный кейс, я там это все расскажу. Вторая вещь. Получилось предсказывать отмывы денег. Потому что отмыв денег, опять же, мы не говорим, легальный он, нелегальный. Есть некое понимание процесса отмыва. То есть со стороны банка это некий поток денег, который неизвестно откуда идет и неизвестно куда идет, на тот объем, который потенциально несет юридические риски. И эти вещи можно предсказывать, потому что отмыв денег можно отследить, и есть обратная связь от той же милиции, обратная связь от центробанка. И плюс здесь банк примерно понимает, с чем бы он связываться не хотел, потому что есть экономическая безопасность, финансовая безопасность. Все эти люди помогли нам обогатить обучающую выборку. И вот этот маленький кейс для банка решить удалось с помощью машинного обучения. С определенными нюансами, но удалось. И такой интересный эффект, который родился в последнем пункте. Мы пробовали разные задачи. Пробовали задачи классического карточного фрода, пробовали классического карточного фрода по стране. Например, интересная задача, давайте предскажем, какая страна более опасная, и для той страны лимиты сделаем чуть пожестче. Все эти эксперименты с машинного обучения требуют основного ресурса. Это данные. Я не про человеческий ресурс формально, а данные. Без данных вы не сделаете ничего. В итоге, пока мы интегрировались, мы думали, давайте нам данные из CRM. Так, шины данные, давайте из процессинга данные, пожалуйста, пришлите сюда, здесь интегрируемся. Мы где-то года полтора интегрировались суммарно. В итоге, в какой-то момент к нам приходят коллеги из маркетинга. Слушайте, данные там не грузонять. Мы такие, а что, к чему? Ну, вы понимаете, мы слышали, что вы что-то там с Big Data работаете. У вас есть классификация, вы знаете, кто с Android, кто с iOS. Вы знаете, кто платит много, кто платит мало. Фич инжиниринг какой-то сделал. Дайте данные для рекламы. Ну, что жалко, берите. В итоге коллеги из маркетинга на данных, которые собираются для фронт-мониторинга, смогли построить модель. В нашем случае мы ограничились двумя кейсами. Ну, вот как-то так. По маркетингу, да. Собственно, банки – это хорошо, но иногда в стартапы бывают счастливые времена и появляются очень интересные и необычные клиенты. И у нас есть кейс решения проблемы фронт-мониторинга в такси. Это одна из компаний-агрегаторов, которая предоставляет такие услуги на территории Российской Федерации. В России был распиаренный чемпионат мира. Приехало очень много иностранцев. Всем интересно побывать в России. И компания «Молодец» сразу предположила, что, возможно, вместе с большим потоком иностранцев приедут кардеры. Люди привезут пачками ворованные карты и будут их пробивать в такси. В такси есть такая особенность, что в большинстве случаев финальная сумма поездки снимается с вас в конце, когда услуга предоставлена и поездка завершена. Кейс интересный, классный. Компания международная, у нас есть опыт в Европе. И мы подумали, сейчас классно. Вот здесь точно, здесь машина обучения все решит. Сейчас вот 100%. Ну и, собственно, опять классическая проблема. Менеджер вдохновлен, дата-сайентисты вдохновлены, все классно. А что ловим? Ну, ловим фрод. Отлично. Карточный. Хорошо. Конкретно ловим момент, когда на карте не хватает денег. Все. Задача описана. Все понятно. А где разметку взять? А кто ж его знает? Никто не знает, где взять разметку. К компанию приходим и говорят, ну слушайте, если бы мы там сток фрода поймали, нас бы уже не было. Мы тоже не знаем. Мы знаем, что вот есть один случай на 5 миллионов поездок, который там был плохой. Ну вот размечайте. Вот один на 5 миллионов. Классно. Проблемы нет. Не работает сходу. И, собственно, опять пришлось брать аналитиков. Обычных ребят, которые не разбираются в data science, но разбираются в оффроуд-мониторинге. И начали писать правила. Но в рамках узкого бизнес-кейса, такого как такси, он все-таки уже, чем количество продуктов, которые есть у банка, появляются чуть более конкретные категории фрода. Ну, например, есть просто человек, который сует ворованную карту. А есть водитель, который про это знает и с радостью сидит и говорит, слушай, давай мне ворованную карту. Проценты распилим, все окей. А есть водители, которые поездки делают, но никуда не ездят. Представьте себе. А есть умельцы, которые делают 10 поездок, но никуда не ездят. Это так называемые фермы. Когда у человека стоит 10 планшетов, он тыкает заказы, они как бы прокручиваются. Это может быть отмывом денег, это могут быть какие-то те же ворованные карты, ну или просто сокращение расстояния. Поездка была указана на час, а на самом деле он ездил 10 минут. Потом это специальным анализатором трафик растягивается. Ну, собственно, мы подумали, что в рамках таких конкретных кейсов можно применить. И да, можно применять, но. Большое но. Машинное обучение позволило нам не решить конкретную задачу, оно позволило, так сказать, сузить круг подозреваемых. Например, в такси есть водители, есть пассажиры. Вот можно, используя методы машинного обучения, понять, кто плохой водитель, кто хороший водитель. Во-первых, есть рейтинг, есть количество поездок. И это там более точная задача, потому что у вас сразу появляется разметка. А дальше, если вот это знание, хороший водитель или плохой, то же самое про пассажиры, хороший пассажир или плохой, наложить на классическую схему с правилами, оказывается, что правила работают лучше. То есть вы можете намного точнее таргетировать и искать мошенников, зная, кто-то хороший, кто-то плохой. Это так называемый поиск аномалий. И более того, это вообще странное для нас было открытие, о котором мы никогда не думали. Вот почему все пытаются найти точно плохого? Вот мы там в фрод-мониторинге пытались найти точно мошенника. А что будет, если попробовать искать точно хорошего? Вот 100% идея кристально чистого, не мошенника. Оказалось, что такой кейс, хороших людей намного больше, соответственно, когда ты их предсказываешь, ошибок первого, второго рода значительно меньше. То есть меньше ложных срабатываний, можно банально повлиять на оптимизацию конверсии. То есть раньше садился человек, что-то там проверялось, как-то это там трекалось, хороший, он плохой. Иногда отменялись его поездки. Он грустный говорил, выходил из такси, у меня нет кэша. А тут хоп, садится нормальный человек, и у него все поездки одобряются. Он радостный, еще больше ездить начинает. А потом все смотрят, он хороший, много ездит, давайте скидочку дадим. Оказалось, что система фрод-мониторинга может влиять на конверсию. И как раз вот в этом кейсе определения хороших машинное обучение релевантно, потому что разметить хорошего проще, чем найти плохого. Потихонечку мы росли, и два года назад, полтора, наверное, у нас появился большой клиент из Европы. Это Эквайр, у которого порядка 4000 мерчантов. Эквайр – это компания, которая принимает платежи и помогает их транзактить из точку А в точку Б. И вот у них было там 4000 интернет-магазинов, которым они давали там свою платежную форму API, с которыми работали. У этого Эквайра была вполне конкретная проблема. Кто-нибудь знает, что такое программы Visa и MasterCard? Риск программы Visa и MasterCard. Люди знакомы. У Visa и MasterCard, которые заботятся о нашей с вами безопасности, есть определенные программы, которые в упрощенном варианте звучат так. Если у ваших потоков, в транзакционных потоках есть больше 1% возвратов, то, собственно, с точки зрения Visa и MasterCard, вы неблагонадежный поставщик услуг. Соответственно, чтобы не заляпать себя, проще на вас наложить какие-то санкции, предупредить первый раз, а затем вообще отключить. То есть если на 100 платежей 3 человека пришли, сказали, что делали не мы, вот в этом магазине платили не мы, к магазину придут, придут разбираться. Ну и, собственно, у компании было 4000 таких магазинов. И, как вы понимаете, сперва Visa и MasterCard приходили не в магазин, а приходили к ним. А они должны были своим мерчантам, у которых контракты, заключенные договоры, доказать, что мерчантам виноват, например, или что мерчантам гонит трафик, я не знаю, из ЮАР, какой-нибудь онлайн казино, в котором вообще все карты сливают, то может доказать это сложно. Ну и нам поставили задачу решить эту проблему. То есть за год мы должны были снизить количество чешбеков в несколько раз. Радость. У нас 4000 магазинов. У нас есть статистика чешбеков. Мы знаем все. Все, мы такие расслабленные сидим. Все, завтра мы построим модель. Нифига. А нифига потому, что все эти мерчанты разные. И они разные настолько. То есть то, как люди платят в покере, то, как люди платят в том же самом такси, то, как люди платят в магазине, когда колбасу покупают, и то, когда люди платят пьяные под шофе, ту же самую колбасу покупают, это разные люди. И оказалось, что нужно разметить каким-то образом то, откуда эта транзакция идет. Но чтобы это разметить, нам как минимум должны были сказать, а что эти за 4000 мерчантов. Но, как вы понимаете, там фрод компании, мы работаем сразу, скажу, где персонализированные данные, где анонимизированные. Мы не знаем, что за бизнес для клиента. Клиент, естественно, не хочет никому рассказывать, что у него там за бизнес. То есть ты должен сделать это без лично, без привязки. Как это делать, что с этим делать. Началась банальная рутинная работа по классификации. То есть мы стали строить модель, которая стала классифицировать мерчантов между собой на предмет рискованности бизнеса. А в качестве рискованности бизнеса мы использовали разметку, например, по MCC кодам. Или, например, мы делали классификацию по риску бинов. Понятно, что транзакция… Есть предположение, что транзакция из Турции в США, она чуть более оффродовая, чем транзакция из США в США. Ну, там просто вот мы так предположили. В каком-то типе… То есть если мы знаем, что это за тип трафика, то есть если человек, например, сделал перевод родственнику, и мы знаем, что вот это официальная компания, Юнистрим или что-то еще, которая делает перевод, мы об этом не беспокоимся. Если мы знаем, что это покупка, да еще не на Алиэкспрессе, а в магазине топ-100 рискованных магазинов в Америке, то понятно, что это потенциально опасно. Потому что фродстеры тоже не дураки. Они не всегда делают мошенничество в крупных легальных банках. Ну, то есть там… Такую ремарку вставлю. Зачем фродстеры уйти в Сбербанк, связываться со Сбербанком, у которого достаточно серьезно развита система безопасности, которая огромные деньги в это вкладывает. Если можно пойти в молодой стартап, сумма будет примерно та же, он там карточку прокрутит. Ну, собственно, фродстеры не дураки, поэтому хориск, вообще направление бизнеса, оно такое особенно насыщенное. То есть это и бизнес хориск по себе, и фрод здесь наиболее хорисковый, и еще ничего никто не знает. Мы построили классификацию, мы построили классификацию бинов, анализ бинов, и это существенно помогло упростить правила. Опять же, правила. Это некие паттерны статистические, которые позволяют проработать механику каждого мерчанта. Есть такое предположение, дата-сантисты в него верят, я в него не верю. Вот это там постоянное субъективное столкновение. Всем дата-сантистам кажется, что правила на тысячу ифов, но это же там random forest, можно дерево наложить, все классно. Но так вот это в лоб не работает. В итоге сейчас, конкретно настоящий момент, мы продолжаем работать с предсказанием чешбеков. И вот здесь все равно не хватает разметки, все равно не хватает данных, потому что когда мы, например, 4000 мерчантов разбили на 20 категорий, то в рамках одной категории данных уже не хватает. Их мало. То есть 1000 чешбеков, 10 000 чешбеков, этого мало. Вот какую-то хорошую корреляционную связь построить сложно. В итоге мы сейчас с этим боремся, работаем. Ну и, собственно, перейдем к следующему примеру. С мерчантами сложнее, потому что даже в рамках фрода что-то их интересует, что-то нет. То есть чтобы понять, хороший пользователь или плохой, тебе нужно работать с пользователем. Когда ты работаешь с платежным шлюзом, то ты работаешь с посредником между интернет-магазинами. То есть мы не заходили в интернет-магазины, мы не ставили скрипты на страничку. То есть это вот некий шаг, который мы планируем сделать, но нужно понять, как там поставить что-то, что будет собирать данные о пользователях на 4000 мерчантов. Непросто. Но вот в рамках одного сервиса, вот в следующем примере, это был, есть небольшой платформа мобильная, которая позволяет вам с вполне поняткой учетной комиссией переводить деньги из России за рубеж, например. Ну и обратно. То есть межграничные переводы, легальные, с понятной комиссией, с телефона на телефон, карты можно привязывать любые, быстро, удобно, такой классический пример классического стартапа сегодняшним днем на финтех рынке. Ну и, собственно, это та же проблема, часть переводов непонятно кто, непонятно что. Пришел ЦБ, предупредил, пришли там финсерд, регуляторы. Все сказали, завтра проблемы не решите, будут там думать, что с вами делать. И вот здесь есть еще такое модное слово-свещение trade intelligence. Кто знает, что это такое? Ну вот big data – это там все, что связано с большим количеством данных. ML и artificial intelligence – все, что связано с методами машинного обучения. Trade intelligence – это знание, то есть зачастую это некие сервисы и сторонние провайдеры, которые знают наиболее опасные признаки с точки зрения классических вещей, с которыми мы сталкиваемся. там IP-адреса, различные сетевые фильтры, которые используются, там подозрительные VPN-ы, подозрительные системы, подозрительные операционные системы. Вот это сейчас называется trade intelligence, типа умные угрозы. Вот применение и нахождение таких вот паттернов сейчас выделилось в определенные трендовые направления, которые там тоже активно развиваются, пиарятся, и мы начали его использовать. Это там позволяет хорошо проверять IP-адреса. Ну там самый простой пример, и перевод из России, например, в Беларусь делается с IP-адреса украинского в Занзибар. Если это не VPN, то это как минимум странно. Дальше думаем, в России VPN это нормально, потому что люди хотят использовать Telegram, государство считает, что Telegram вреден. Окей. В Беларуси VPN может быть чуть страннее. Но, например, даже если в Беларуси VPN допустим, то, например, в честной Германии это странная история. Там VPN используют достаточно ограниченный круг лиц. Дальше VPN есть, например, Tor. Ну окей, человек взял браузер, зашел из Тора. Это отдельная история. Есть там просто VPN провайдер. Вот Thread Intelligence позволяет понять, кто там наиболее нам угрожает и с кем меньше нужно связываться. И вот как раз в сервисе межграничного перевода хорошо получилось сработать на кейс определения точно хороших. То есть все, кто был точно хороший, им ребята в рамках мобильного приложения смогли упростить платежный пайплайн. То есть убрали пару проверок, упростили вариант заполнения анкеты, дали им возможность их мобильным телефоном запоминать кому, чего и как. Ну и собственно эти люди стали платить больше и чаще. Потому что когда тебе, например, нужно заплатить большую сумму, то в целом люди достаточно много думают про безопасность, заморачиваются. В целом люди все грамотнее и грамотнее об этом думают. Но когда тебе нужно перевести 10 долларов куда-то быстро за что-то заплатить, на какую-то карточку кинуть, ты зашел, вот классическая схема, возник 3DS. А я еду в машине, 3DS, я начинаю вводить 3DS первой версии с мобильного телефона, формочка кривая, съезжает, я заполнить не могу, мне нужно перевести 10 долларов. Я плюю и ухожу в сервис Тинькова или ухожу в сервис Яндекс.Денег или еще куда-то. В итоге у многих там и моих знакомых в целом там есть людей кошельки. Особенно чтобы заплатить что-то, с чем там напрямую даже связываться не хочется. Вот для таких сервисов это потеря денег. Это потеря тех пользователей, которым тяжело работать с их интерфейсом, тяжело работать с их юзабилити, пайплайном. И в итоге мы находили точно хороших, приходили ребята из дизайна, говорили классно, точно хороших, посидели, ребята упростили им оплату и все здорово, все довольны. Дальше классическая работа с фродом для тех, кто плохой. Опять же это и правило в совокупности с автоматизацией через машинное обучение каких-то частей. Отдельный кейс это защита интернет-банка, потому что, почему я вынес его отдельно, потому что это большой кейс и здесь, наверное, желание применить машинное обучение наиболее сильно, потому что лет 7 назад рекламщики активно начали собирать информацию о вас. Ну то есть мы имеем в виду какую-то депрессионализированную информацию, но как минимум в браузере, кто вы, откуда вы пришли, как вы ходили, куки все проверяют, что вы смотрели, чтобы вам показать красивую рекламу. Собственно интернет-банк это форма, с которой можно это собирать. Можно собирать с мобильных устройств, можно собирать с веб-формы. Сейчас это регламентировано. В загранице есть такой протокол GDPR. Это специальная организация, которая следит за то, чтобы вас не собирали лишнее. Я не знаю работы или GDPR в Беларуси, если честно, но в России он пришел в мае прошлого года и сейчас на многих российских сайтах пишут, мы собираем вашу куку, нажмите окей или не окей. Интересная вещь, банальное восприятие психологии, нигде не написано, что если вы отказываетесь, вас там выкинут с сайта. Но люди нажимают окей, потому что боятся, что если откажутся, на самом деле GDPR говорит о том, что вы сами регулируете, хотите выдавать свою куку или не хотите. И в рекламе машинное обучение работает. Оно работает потому, что если вы ошиблись, ничего страшного. Ну показал я вам не тот баннер. Ну будет у меня конверсия сервиса не 2,5%, а 2,25%. Ничего, я переживу. Если ты ошибаешься в оффроуд-мониторинге, это может быть 10 долларов, а может быть 1000 долларов, а может быть 10 тысяч долларов. Поэтому ошибаться не хочется. Мы начали решать этот кейс с определения ботов и автоматизации. То есть клиент предположил, это интернет-банк, что все, кто делает автоматизацию, это плохие ребята. И надо с ними бороться. А для этого давайте автоматизацию найдем. Как решать вопрос с разметкой, давайте разметим сами. Мы накачали кучу ПО, питоновские скрипты, селениум, специализированное ПО закупили, неизвестно откуда. Мне кажется, там у нас самих данных своровали, пока мы это делали. Все разметили, прикольно, ищем автоматизацию. Вот типа сегодня, вот вам 1000 человек. Они не мошенники. Оказывается, например, что ребята, тестировщики, например, из условного Сбербанка сидят и проверяют сайт условного Тинькова. Ну просто, потому что они тестировщики. А условные тестировщики Тинькова сидят и просмотрят сайт Альфа-банка и прогоняют скрипты. Ну просто это же конкурент. Надо изучить продукт конкурента. Фродстеры, да нет, обычно ребята работают, развиваются. А братья-славяне, они вообще на выдумку хитрые, тут до невозможности. Кто-то решил, что автоплатеж это не для него. Он там посидел с сыном, написал скрипт на питоне, который там платежи отправляет. Нормальные платежи, но вот так вот. Более того, есть интересные кейсы. Мы как-то даже доклад про это читали. Мы находили людей, слабовидящих, которые используют специальное программное обеспечение, которое позволяет, ну они делают действия на увеличенном экране, этот экран проецирует действия на интернет-банк. Ну это автоматизация, да, то есть как бы формальные действия. И со стороны любого банка, пусть это там большой банк или маленький банк, блокирует слабовидящих, но это вообще скандал, ну нехорошо, люди стараются. А это автоматизация. Как с этим бороться, как этим размечать. В итоге автоматизацию там мы ловим. Что делать дальше? Пока вопрос открытый. Но опять же я хочу заметить, вот не первый раз уже говорил, что кейс АМЛ, он, антиммани лаундеринг, это отмыв денег, кейс отмыва денег, он более-менее подается решению, потому что есть финансовая операция, и финансовая операция на определенные суммы, ложащие на автоматизацию, все-таки банк как минимум может проверить такие финансовые операции, проверить достоверность рынка, поэтому частично эта задача решает. А вот с точки зрения фрода все сложно. И еще вот я несколько раз вставлял одинаковую фразу поиск аномалий. Есть такая абстрактная конь в вакууме, но вот простят меня люди, которые являются дата-сиентистами, если они здесь присутствуют, дата-сиентисты многие это любят. Вот если мы найдем что-то такое эдакое, вот это обязательно будет плохое. Вот у нас есть некая связка. Аномально плохо. Я не знаю уже, что за установки у нас работают так. Вот как раз тот же кейс с слабовидящими, он подтверждает, что это не всегда плохо. При этом это точно аномалия. С точки зрения фрода, хороший фродсер делает так, что система в поиске аномалий не видит его. Это обычная операция. Особенно страшные вещи это социальная инженерия. Потому что зашла бабушка внуку деньги перевести. Она нормально зашла, нормально сделала перевод. И определить это очень сложно. Да, иногда работают временные ряды, иногда работает… Человек все время делал переводы в пятницу в 7 вечера, потому что он получал зарплату и шел в бар. А тут он стал делать переводы не в субботу ночью, когда потенциально это могло быть нормально, а во вторник. И вот тут уже вопрос. Либо он во вторник решил выпить, либо что-то не так. И если это большая сумма, то здесь банку на самом деле проще остановить эту транзакцию, отправить оператору, и пусть оператор звонит. Соответственно, можно попробовать использовать, опять же, такую аномалию, не первый раз говорю, в какой-то конкретно узкой задаче, в конкретном узком кейсе. И вот если бизнес, который работает с фрод-мониторинг системой, понимает такие кейсы, если мы поняли такие кейсы у заказчика, то мы можем их решать. А если нет, то сложнее. Я вот вспомнил сейчас по ходу, у меня была классная история, я не буду говорить где, иначе вот коллеги меня проклянут. Я столкнулся косвенно, но история такая, очень простая. Запилили рекламную модель. Модель таргетирует новый продукт. Классный, хороший, здоровский. Модель запустили на тесты, кросс-валидация, все, конфетка. Работает, конверсия поднимается на 2%, все тесты работают. Вся команда радостная, менеджер радостный, KPI, все в бой, сейчас там все премии получим, будет здорово, классно. Радовались, наверное, больше, чем когда нам удается решить сложную задачу, потому что они даже не устали. Мы просто, все здорово. Запускают в продакшн, конверсия не поднимается. Да что ж не так? Ладно. Тормознули, выдохнули, допилили. Еще раз, тестирование раз, тестирование два, тестирование три. Знаю хорошо, потому что менеджер, который был проектом, это мой товарищ. Не из разряда, типа у меня есть друг, который там слышал, нет, это именно мой товарищ. Все, тесты показывают 2,5%, процент одинаковый. Ну вот все под иголочку. Вот вы смотрите, ну не придраться, не знаю, оценивали все. И джинни, рок, аук, все классно. Запускают на продакшн, нифига. Ладно, третий раз с итерацией. Уже бизнес напрягся, бабки-то текут. Вы знаете, что дата сайентисты не дешевые ребята. Посмотрели, попробовали, запустили в продакшн, опаньки. Все, вырос на 2,5%, как и договаривались. Следующий месяц вырос на процент, а потом обвалился на 5. В итоге за через 3 месяца значит проект закрывает, а менеджер сидит, у него боль, он травмирован, он делал тесты и он знает, что это работало. Но он видел, он видел эти результаты, он не дурак, он проверил, он уже выучил сам машинное обучение, он уже слезы у них текут, он рассказывает, плачет человек, к психологу ходить начнет. Что не так? Все, приходит всем, делаем тесты, все классно. И тут он понял, что возможно они ошиблись с методикой тестов, ну может быть. И в какой-то момент он никому не сказал, что делают тесты, сделал этот тест сам или сотрудникам. 1% прибавки, повторили тест, минус 1, сделали новый тест, минус 5, плюс 1, минус 6, плюс 8, плюс 3, минус 5, рандом. Да что не так-то? Собрали всех, уже слезы у него, он уже истерика, все, делаем тест, все работает. Да что ж твою мать не так? Вот кто-нибудь может предположить, что было не так? Ответ он настолько очевидный, что… не знаю, когда его догадаться, но может кто-то вот… Нет, это вообще не с машинным обучением оказалось связанным. Да. Когда всем говорили, что делают тестирование, умный бизнес, вы делаете тестирование, так, руководитель операторов отвечает за обзвон, вы отвечаете за обзвон, сидит рядом вот так вот смотрит на всех, и все банально стараются. Операторы звонят, уговаривают, купите наш друг, пожалуйста, сделайте то, сделайте это. И это никак не связано с таргетированием и машинным обучением. Потому что, когда все операторы начинали работать хорошо, у них поднимался процент конверсии, там на 2%. Ну и собственно, таким образом выяснили, что модель не работает и Лилей получил, собственно, мой товарищ, и выяснили, что операторы плохо работали и Лилей получил руководитель операторов. Я думаю, что эти 2 человека к машинному обучению вообще аккуратно теперь относятся. Денег было угрохано немерено. Результат, а все очень просто, люди просто не понимали процесс. Все были умные в каждом отдельном участке. Собственно, фронт-мониторинг штука похожая. Это было в топике, я не планировал рассказывать. И я достаточно кратко пройдусь, чтобы резюмируя то, что я рассказал, еще раз выделить те моменты, те проблемы, которые есть. И в конце все-таки отвечу на изначальный вопрос. Ну, первое, реально нужно очень хорошо понимать, что такое мошенничество. Что мы ловим, как мы ловим. И я реально советую пересмотреть блок нашего финтех-сообщества, потому что у ребят есть классные доклады. Как раз там выступал кардер, выступали ребята из асисты. И все как раз рассказывали о своей боли и проблеме. И там очень хорошо видно, что проблемы разные. И если мы это не поняли, начинать делать что-то бессмысленно. Не надо тратить время. Нужно понять. И могу сказать честно, что иногда там ребята-аналитики, и вот мы встречали безумно классных мужиков лет по 55-60, которые всю жизнь занимаются фронт-мониторингом. Они вообще ничего не знают про машинное обучение. Им и не нужно. Но они вот… Это интуиция. Я не могу это описать, но они точно знали, где искать. И вот во фронт-мониторинге нужно начинать с этого. Нужно понимать, что где искать, хотя бы на уровне интуиции. Но эта интуиция стоит дорого. Дальше это разметка. Ну я привел достаточно примеров, что разметка это сложно. И в мире фронт-мониторинга ни у кого этой разметки много нет. И на самом деле все… Ну там вот Центробанк, который мечтает создать вот общее вот это поле для банков, Национальный банк РБ, они собственно в этом плане правы. Вот тот, у кого будет информация, как минимум по региону, мошенничестве, возможно получит наиболее достоверную разметку, чтобы это сделать. Именно там это позволяет хорошо работать там большому банку, как Сбербанк, потому что у них все-таки много данных. Это позволяет работать большим компаниям. Amazon очень удачно борется с фродом, потому что они одни из самых крупных ритейлов в мире. Там Booking, Яндекс, Гет, Uber, они там борются с фродом. Но как мне кажется, даже у них разметки это не хватает до конца, но все-таки больше, чем у других. И это нужно оценить на этапе начальном. То есть если вам сидит Data Scientist доказывает, что он сделает там обучение на одном случае, ну может быть. Я уверен, что есть талантные ребята, но это очень сложно. И нужно хорошо оценивать эти риски. Есть еще одна проблема. Когда говорят про некую общую систему, нельзя сказать, что тоже об этом не думали. Мы тоже думаем, потому что какая-то из компаний на рынке, она может быть некой независимой компанией, которая свяжется с остальными банками. Но есть несколько таких подковерных вещей. Первое, никто не видит данные с точки зрения, они деперсонализированы и анонимизированы. И мы даже не знаем, одинаково ли идет деперсонализация в банке 1 и в банке 2. То есть возможно можно договориться. А второй такой момент, фростеры, они как бы бегают. Вот если один банк себя защитил хорошо, а второй нет, поверьте, вот в различных чатиках, в Телеграме, где-то еще в Вайбере, в различных сетях Даркнета и в Торо очень быстро пишут, слушайте, вот этот банк, вот этот банкомат не работает, вот этот банк что-то у себя запустил, здесь это не работает. И фростеры, они перебегают влево, вправо. И вот есть проблема, а что будет, если все защищаться одинаково? Вот это вопрос бизнеса. Я не знаю ответ на вопрос. Вот условный Сбербанк, насколько он заинтересован, ну понятно, что по человеческим соображениям все заинтересованы в том, чтобы фрода не было. Но исключительно прагматическим, тактическим, меня, конечно, казнят сотрудники Сбербанка, но я не знаю. Но вот им поделиться и всем рассказать, кто есть фростер, но тогда потеряется преимущество перебегания. Оно есть. И, наверное, мы научимся с этим работать, но не сейчас. Ну, сложность с разметкой, это некая демонстрация того, что я рассказывал. Были модели, которые ловили 99% фрода. Все очень просто. На одно фродовое срабатывание было тысяча ложных. Ну и, собственно, что делать с этим, никто не знает. Потому что идет потеря для бизнеса, бизнес приходит, бизнес недовольный. То есть классические оценки моделей Precision Recall, они действительно важны, потому что иногда лучше ловить 80%, но при этом сохранять и иметь там всего 3 ложных срабатывания. Хотя 3 это очень хорошо. Наверное, 20 ложных срабатываний. И другое дело, где иметь одно на 1000, иногда одно на 10 тысяч. Это вопрос к процессу. Это вопрос к тому, сколько банк или компания готовы уделить внимание. Если у вас есть команда из 30 фродоаналитиков, они могут все это разобрать. Если есть даже 2 фродоаналитика, они могут в день разобрать там 200-300 событий и что-то найти. Для этого как раз существуют различные лимиты, которые ограничивают потерю денег. Даже если фрод происходит, происходит лимит, это делается исключительно для этого, а не для того, чтобы всем доставить неудобства, когда вам срочно пришлось деньги на квартиру снять. Не об этом думали люди, когда это создавали. Проблема объема данных, она так или иначе связана, потому что Trade Intelligence сервисы надо закупать, разметку надо закупать, куки, если вы не рекламная компания, надо закупать. Все это стоит денег, все это нужно сводить в себя. И, собственно, казалось бы, причем здесь дата хабы и фрод-мониторинг системы, но как я вот приводил пример, нам приходится становиться таким дата хабом, потому что, чтобы построить модель, да и просто построить правила, нужно иметь как можно больше данных. Больше данных есть вероятность качества. Не знаю, если проверить все модели, так это или нет, но данные получать без этого никуда, и это сложно. Вот даже, казалось бы, классические операции, я вспомню, как мы в Сбербанке ходу поднимали, руки трястись начинают, честное слово. Это было тогда, сейчас, конечно, это проще, но в целом, если какая-то компания, она не интернет-компания, найти специалистов, поднять ходу, сделать хранилище, это сложно. Это стоит денег. Мы потому стали облаком. Это была причина, почему мы стали облачным хранилищем, для того, чтобы не разворачивать инфраструктуру на клиентов. Это деньги, это большие деньги. Ну, проблема, которую, наверное, нужно долго и много общаться с дата-сайентистами. Ну, вкратце я бы, значит, так, пришел, поставил задачу, задача точная, а дальше начинается творческий поток мыслей. Иногда хороший, он должен быть, а иногда непонятно. То есть, ну, в мире дата-сайнса очень много технологий, они появляются каждый раз, кто-то кричит, давай сейчас нейроночку сделаем, кто-то говорит, хватит лог регрессии, кто-то говорит другое. Ну, это, опять же, вопрос команде, нанимать людей, команда должна быть квалифицирована, вы должны полностью доверять. И, опять же, вопрос времени. И самое важное, я вот выделил, хочу обратить внимание, все хотят фрод останавливать в момент платежа. Чтобы это сделать, у вас есть, ну, в среднем, там, 0,2 секунды, 0,3, 0,5, секунда может быть у кого-то. Вот, бывают случаи, когда удается кровью и потом ребятам создать просто невероятные модели, которые могут решить проблему, могут реально решить проблему. Но эта модель считается там 10 часов. 10 часов и за это время вас, ну, грабанут, бизнес закроется, вас посадят успеть. Ну, это очень много. И сделать что-то, что срабатывает за секунду, это да, вот это то, на что нужно обращать внимание, когда вы берете дата сайентиста. Вот мое мнение, там, в первую очередь, хороший дата сайентист нужен для этого, в текущем. Я бы даже назвал это там инженером, ну, если человек и модели классно понимает, и предметный область знает, ну, это супер вообще. То есть это, наверное, везде классно, здорово. Но в целом, вот если эти две задачи разделить, сперва что мы делаем, а потом как мы это делаем, то становится значительно лучше. Кстати, вот многие системы фрод-мониторинга, которые стоят прямо на процессинге, они самые быстрые, самые первые линии обороны, которые отбивают по лимиту, они зачастую достаточно простые, именно поэтому времени не хватает. Просто нет времени ни у кого. Ну, это там классические данные разные, со всеми надо работать, нужно уметь работать и с тем, и с тем. Там где-то нужно работать как с графами, где-то это там простые табличные данные, все это хранить. Это опять же нужно думать о хранилище, нужно понимать, как это делать, потому что плохо положил, плохо сделал ДВХ, плохо забрал, потерял времени, секунды не уложились. Достаточно классическая там вещь. Ну, в стартапе мы не раз это проходили, не сразу начинаешь думать об архитектуре. Вот когда ты думаешь, что ты все понимаешь и все здорово, то это, наверное, банальный опыт. Классическая вещь, но я вот честно скажу, я раньше недооценил опыт. Вот я тоже был разработчик, и мне казалось, приходит там дяденька, мне так казалось, что 30 лет это дяденька, и вот он там 10 лет работает, и говорит, что, а давайте подумаем, давайте план составим. Все это не нужно. Нет, это нужно, это работает, так это должно быть. И, собственно, это значительно эффективнее. И там шестая проблема, ну, наверное, самая важная, как я уже говорил, фродстеры бегают, и вот это философская проблема. Я даже видел книжки на эту тему, не углублялся, потому что крыша поедет. Мы хотим предсказать мошенничество. Вот мы его хотим предсказать, но при этом мы опираемся всегда на то, что уже произошло. Это философская проблема любой бизнес-задачи с машинным обучением. Еще раз, мы хотим что-то предсказать, все, что у нас есть, то, что произошло. И я вот серьезно, я видел трактаты, там ребята обсуждают философию бытия, чтобы понять, а возможно ли это вообще в плане, может ли человек создать что-то, потому что если ты можешь создать что-то, что очень точно предсказывает действительность, в одной сфере, это говорит о том, что предсказать можно другие сферы. В общем, в таком случае, являются ли твои действия предсказуемыми, ну в общем. И это реально то место, где философия сталкивается с реальностью. То есть мы хотим предсказать, ну как это решается, ну опять же лимитами. Мы предсказываем, но не все. Мы допускаем, что что-то мы никогда не предскажем. И как я уже сказал, фродстеры бегают, и то, что ваша система стала лучше, она иногда может стать лучше, только потому, что вы в принципе стали думать о фродмониторинге. То есть вы раньше не думали, потом подумали, пришел к вам кардер, опаньки, стало сложно, пошел другим. Что с вами связываться, что время тратить. И вот это было в примере про АБ-тестирование рекламной модели. Фродмониторинг – это реально сложный процесс. Помимо вашей модели, которая будет, будут операторы, будет процессинг, будут люди, которые делают платежи, будет финансовая безопасность, экономическая безопасность, тихари, дата инженеры, разработчики, которые могут ошибиться, прислать вам не то поле, будут грязные данные, будет бизнес. Это многофакторная штука, и наивно думать, что ты можешь все это унифицировать и сделать единым. Может быть когда-нибудь, но опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу про философию. И это работает везде, это настолько банально, что сейчас нам кажется это не банально. Ну и вот кадры и найм, ну не знаю, я вот сейчас выговариваю, мне прям легче становится, мне кажется. Ну найм-датсиентисты – это отдельная история. Я даже не знаю, что сказать. Рынок перегрет, с чего греха таить. И вот сейчас мы понимаем, что просто знать теорию и уметь строить модели, иногда этого мало. Вот есть ситуации, когда бизнес настолько силен, что он уже знает, какие модели ему нужны, и люди могут действительно приходить, заниматься творчеством и улучшать существующие модели. Там нужна теория, гип-хюм, практика. Но вот иногда в задачах фрод-мониторинга, в новых задачах это немножко вторично. Не то, что, еще раз я считаю, что очень много, безумно большое количество талантов людей в датсайнсе. Но способ решения, он должен следовать за задачей. А если человек не понимает в предметной области, и у нас были кейсы, мы нанимали талантливых ребят, которые не разбирались в платежах, и мы там полгода сидели с ними и просто изучали, как устроен платеж, как это происходит, что делается, это не будет работать. Отдельная тема всем начинающим. Там приходили люди, с ноги раскрывали дверь, садились. Я закончил лучший вуз, отучился, не знаю, в Америке, я знаю все способы построить модель. Даешь практическую задачу и ничего не происходит. Здесь могу просто общий совет всем, кто не понимает любого технического специалиста, давать тестовые задания. Вот серьезно. Тестовые задания, вот и могу сказать, что у нас тестовые задания сделали все. От людей, которые в сотни раз лучше, чем я, знают все, они спокойно брали тестовые задания, делали его там за 2 минуты, возвращали нам, говорили, все классно. Никто не возмущался. Вот есть иногда такой страх, что я дам тестовые задания, отпугну серьезного специалиста. Дат-сайентистам нужно давать всем. Ну, при условии, только что у него нет научных публикаций про фроуд, наверное, здесь можно. Хотя мы стараемся давать без исключения. Всем. По итогу, получилось чуть дольше, чем я хотел. Первое. ML это не bullshit, и ML точно нужно использовать. За ним будущее, это развивается, и там нет сомнений, что это нормально. Нет сомнений, что это правильно. Мы в этом уверены абсолютно. Это часть нашей жизни, часть нашей системы, и во всех кейсах нам удалось это применить. Но там пункт один важен, если выполняется пункт два. Необходимо понимание задачи и процессов. Да, мы допускаем, что всегда есть R&D, всегда можно что-то пробовать, изведывать новые отрасли, но нужно, опять же, это тоже четкая задача, давайте поисследуем. Нужно ограничивать время, давать возможность, и иногда люди находят что-то очень здоровское. Вот мы этим занимались в Сбербанке. Но в целом, в рамках любого бизнеса, здесь задача не сформулирована, если вы не знаете, что искать, почему вы думаете, что за вас это найдет алгоритм. Сильный, мощный, но алгоритм. Потому что ML это то, что вы заложили. Ну, классическая вещь, если это можно обойтись без ML, обойтитесь без ML. Практика показывает, что это будет дешевле и проще. Но у нас есть фрод кейсы, которые решились просто выставлением лимитов. Мы сидели там 3 месяца, вертели, крутили, пробовали и все. В итоге просто ограничили лимит и время, в которое совершается платеж. Все. Ну, наверное, до этого надо дойти, покрутив модели. Не знаю, наверное, в этом ключе крутите модели бесконечно, если не помогает вам обойтись без них. Ну, там. Дальше. Ну, комбинация методов. То есть ML это помощник. Где-то он может быть ведущим, где-то ведомым в решении задач. Если, опять же, знаете что, можно попробовать использовать. Мне очень нравится тенденция, которая идет сейчас в металлургических комбинатах, в металлургических заводах. ML оказался весьма эффективен в предсказывании, например, усталостной прочности. То есть того, когда сломается та иная деталь. Но не потому, что ML такой классный, а потому что методы машинного обучения позволяют математику из 60-х годов оформить и сделать быстрой. Работает на ура. Там сейчас прям целый тренд. Хуча знакомых ушло работать в заводы, в том числе и белорусские. Нефтяники активно используют. Ну, это работает. Работать и командой звучит банально, но в отрыве сами по себе люди крутые, но вместе дают профит. Когда есть аналитик, который понимает фрод, есть дата сайентист, который классно работает с технологиями, мы поняли, что в этой связке все эффективны. По отдельности, пока встречали таких людей, но их очень мало на рынке. Наверное, банально, но в любой сфере так. Ну и, собственно, это боль стартапа. Без бизнеса это все как бы вокруг да около, но если вы не делаете деньги, не приносите, не выполняете миссию вашей компании, это как бы все просто так. Классно, интересно, но в рамках эксперимента. Если еще научно не публикуете, ну вообще странно, просто домашнее задание. Ну и берегитесь мошенников. Они не дремлют, и рынок растет, и мошенники воруют больше с каждым днем, потому что они умные. И зная, что они умные, можно попробовать быть умнее. Все, что я хотел рассказать сегодня. Давайте перейдем.